Здравствуйте! Это программа «Разговоры у капота» и я ее ведущая Инбилан. Двигатель сердца каждого автомобиля. Это сложный и довольно надежный агрегат, большинство неисправностей которого, как правило, лечатся. Но бывают ситуации, когда дешевле и проще заменить проблемный мотор на новый или БУ. Конечно, это крайняя мера. Тем не менее, случиться может всякое. Когда ремонт не имеет смысла, какие возможны варианты для замены и какой ресурс у таких моторов, узнаем у автомеханика одного из автосервисов Ростова Валерия Попеску. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Валерий, причин, делающих ремонт невыгодным, к счастью, не так много. Давайте разберемся, что это за причины? Ну, причины – это, например, если мотор, допустим, ему ремонт нужен, то есть все остальное, и человеку объявляет о том, что вот ремонт такой-то, такой-то, но он будет недолгим, и смысл заниматься этим ремонтом, если можно, например, взять БУ-контрактный мотор. То есть, например, есть моторы, которые непригодны, например, для ремонта, ему говорят, мотор непригоден, поэтому это считается как бы невыгодным ремонтом, проще поменять именно узел. Валерий, как можно в самом начале понять, что с двигателем что-то не так, работает неправильно, и что нужно его как минимум продиагностировать? Ну, при самом первом запуске нужно послушать, как двигатель заводится, какие шумы посторонние могут быть в нем. То есть, также, соответственно, он не должен троить на холостых. Это неровная работа двигателя. Ну, соответственно, его ускорение, разгон. Ну, есть еще моменты, то есть, как турбированные двигатели посмотреть на протечку масла, то есть, там идет воздух, в котором в системе должен быть не присутствием масла. Ну, и, соответственно, проехаться, посмотреть, как двигатель отрабатывает, набирая скорость. Валерий, с какими проблемами к вам обращаются вы чаще всего, да, что вы видите, что это за поломки в работе двигателя? Чаще всего это обрыв цепи, обрыв ремня ГРМ, течи, масло, то есть, сальники уплотнительные. Бывает, разбивает демпфер. Это, получается, шкив на резиновой основе, который, ну, смягчает удары и все остальное от коленбала. Соответственно, у него вот эта резиновая часть разваливается, и потом просто она там может пробить крышку. Соответственно, масло вытечет, посторонний шум. Это такие, может быть, моменты, как этот отрыв шатуна, задиры на поршневых цилиндрах, перегородки, перегородки лопаются между поршнями, ну, между этими кольцами. Это также могут быть обрыв кулачков, ну, бугеля, которые открываются, ами клапана. Ну, и многих разных моментов от обрыва, например, цепи, ремня, также гидроудар, который способствует, сгинается шатун, и, соответственно, он упирается в коленвал, и дальнейшая работоспособность ухудшается. То есть в этот момент просто двигатель резко останавливается, и все, его невозможно завести. А прокладка ГБЦ пробивает, то есть в зависимости от перегретого двигателя. Антифриз, утечка, то есть менять надо. Также, когда сама помпа развалилась, двигатель перегретый. Ну, и последующие моменты, как бы, ну, и замена масла, соответственно, не надо забывать об этом, потому что все трущиеся детали должны смазываться. При этом мне нужно долго ездить на нем, слишком часто накладно по деньгам, ну, люди по-разному. Кто-то говорит, я вот через 4 тысячи меняю, кто-то через 8, то есть вот такие моменты. А, соответственно, это маслосъемные кольца от этого страдают, это страдают маслосъемные колпачки на клапанах, это также вкладыши коренные, шатунные, это все остальные, как бы, распредвалы. Коленвал от этого тоже все страдает, если, например, масляный насос не докачивает масло, в зависимости от его жижисти. Ну, и при этом, при всем, то есть всякие разные ремонты приходится делать. Валерий, если говорить о видах двигателей, да, то какие они бывают сегодня и в чем их принципиальная разница? Это бывают роторные двигатели, это бывают геопозитные двигатели, V-образные, рядные, получается, четырехцилиндровые, шестицилиндровые. Есть еще звездообразные, это, получается, в основном устанавливается на самолеты с пропеллером, то есть там устанавливается этот двигатель. Но в основном идут, то есть как бы бензиновые и дизельные двигатели, они различаются тем, то что, ну, то есть у них разное топливо и, соответственно, получается, что у них еще и есть такая, такой момент степень сжатия разная. То есть у, как получается, бензинового двигателя, то от 12 до 15, ну, при хорошем раскладе, то есть все хорошо притерто из завода, там все остальное. У дизельного двигателя от 25 до 30, то есть там больше степень сжатия. Почему? Потому что на дизельном двигателе нету свечи зажигания, и там топливо, получается, от сжатия загорается. А на бензину, ну, то есть искра пошла, топливо загорелось, и, соответственно, пошло сжатие и расширение топлива. Валерий, многие автолюбители любят поспорить о том, вредит ли двигателю автомобиля работа на холостом ходу. Это относится как к бензиновым, так и к дизельным моторам. И причем достаточно много людей утверждают, что работа на холостом ходу пагубно влияет на двигатель. Как думаете вы? Ну, я думаю, что нет. Почему? Потому что заводом производителя это все просчитывается, это все считается, тестируется не один день, не один час. Это как минимум, например, на какой-то двигатель уходит минимально там три недели, там, месяц. Это я просто так сказал. Бывает даже и годы. Потому что если какой-то двигатель собирается, он собирается, разрабатывается, проверяется, тестируется не один раз как минимум. Ну, соответственно, даже вот бывало так, ездишь по городу, ну, то есть машина стоит на холостом ходу, стоит кондиционер включенный, то есть человек как бы себя комфортно чувствует. Если он не будет включать кондиционер, зачем ему тогда нужен? Ну, как бы если так рассуждать. Ну и, соответственно, даже ты как бы никак не усугубляешь, потому что на холостом ходу у тебя также работает масляный насос, все детали смазываются, потому что там рассчитанное давление на холостом ходу. И ты на светофоре останавливаешься на холостом ходу, то есть как бы ты остановился, двигатель, обороты уменьшились, ты стоишь также в пробке. Никто не говорит за пробкой, почему-то всегда ассоциирует это с кондиционером. Но при этом, то есть получается, как кондиционер, может быть, ухудшать в плане того, что нагрузку дополнительную давать, но смотря на сколько, и сейчас уже делают двигателя, которые, ну, то есть даже не чувствуют, что он включился, кондиционер. То есть настолько, как говорится, дошла технология раньше можно было, то есть еще зависит от объема двигателя. Это почему? Потому что, например, если ты едешь на трассе на 1.6, если у тебя работает кондиционер, переключиться и обогнать какую-то машину намного сложнее, если бы у тебя, например, двухлитровый двигатель был, 2.5 и т.д. А также и при этом на автомате. То есть если машина, например, на автомате плюс автомат и еще плюс кондиционер, и еще плюс у тебя объем двигателя, например, 1.8, тоже как бы немножко тяжковато будет. Почему? Потому что, то есть нагрузку, плюс салон загруженный, багаж у тебя, и ты в гору, например, идешь, обгоняешь, то есть это как бы сложно. И при всем, то есть я не считаю, что кондиционер как-то ухудшает работоспособность двигателя. Да, он чуть-чуть как бы затрудняет разгон, но никак не ухудшает. Валерий, как часто случаются поломки двигателя на новых машинах? И что это за поломки? Как часто? Ну, зависит все от завода-производителя. О том, то, что как он собрал, качественно, бывает бракованная деталь, бывает бракованная сам узел. То есть в зависимости от этого. То есть на новых машинах есть моменты, когда, например, не обязательно что-то с двигателем сломалось. Может быть попутствующее. Это как, например, компрессор кондиционера, гидроусилитель руля, то есть он выходит из строя. А сам агрегат еще работает. Ну и, соответственно, дилер дает, например, карантинные какие-то обслуживания, карантинный срок на обслуживание автомобиля. Вдруг в случае что-то с чего может случиться. Вот, например, я знаю то, что пришли новые машины, и заводопроизводителям их отозвал несколько машин в связи с тем, что не просчитали этот, как он называется, зазор на распродвалах. И этот зазор, ну, то есть, соответственно, начал стирать деталь, потому что нет у него определенного зазора, что масло туда не поступает, и он начинает как на сухую двигаться. Из-за этого заводопроизводитель отозвал эти машины для того, чтобы устранить эту проблему, чтобы потом человек не сказал то, что я купил машину, а она вот сломалась. Ну, а так, в целом, есть, ну, как, новая машина, есть новая, и что-то, если на ней ломается, это всего лишь зависит от брака. Какая-то просто бракованная деталь, которая вышла из строя не в тот момент, ну, когда хотелось бы там покататься год-полтора. А, Валерий, что делать владельцам машин постарше, если, например, двигателю на сервисе вынесли, как говорится, приговор? Все. Ну, приговор, то, что все, двигатель не работоспособен, и нужно либо его отремонтировать, либо заменитель, что как-то немножко, вот с этим вопросом я не знаю, как ему ответить. Ну, давайте, например, если предлагают заменить двигатель. Ну, заменить, ну, можно посмотреть по рынкам, сколько стоит контрактный двигатель и ремонт этого двигателя. Просто бывает такая ситуация, когда, например, ремонт двигателя, например, обходится намного больше, чем сам контрактный двигатель. И человеку с машинами постарше, то проще ему будет, конечно, взять контрактный двигатель. Но при этом, при всем, что где гарантия о том, что человек так же, например, плохо ездил, не менял масло, то есть перегревался двигатель, нет на них никаких моментов, которые видно снаружи. То есть при разборе только можно увидеть. А так как машины разные бывают, и в основном бывает так, что двигатель по всем, ну, по кругу, все элементы, которые расслучиваются, они маркируются специальным, ну, как лаком, краской, еще что-то, для того, чтобы не разбирали. Почему? Потому что некоторые случаи бывают, когда, например, двигатель забирает, что-то там меняет, говорит, а вот этот, смотри, тут вот помененная, ну, тут вот эта деталь не работает. А они говорят, а вот ты видишь, ты открывал, то есть меточка сбилась, все. То есть это не наша, как говорится, проблема в том, что двигатель неисправен. Бывает такая ситуация в том, что проверяешь двигатель, прежде чем устанавливать. Это просто просматриваешь метки ГРМ, ну, то есть если двигатель в сборе полностью, только осталось навесное поставить. Если, например, метки не совпадают, либо двигатель не прокручивается, то сразу же этому двигателю говорить «нет» и отправлять ему, как поставщику, который привез двигатель. Ну, и при этом, как сказать, бывает так, что легче отремонтировать свой автомобиль, чем, ну, автомобиль, двигатель, чем, например, брать кота в мешке, как можно так сказать. Потому что ты не знаешь, что там внутри и сколько он проехал. Может, он проехал намного больше, чем родной двигатель. И при этом, ну, то есть сколько он на нем проездит, неизвестно. Бывает так, что люди ставят контрактные двигатели и ездят, ну, примерно столько же, сколько на своем родном. Валерий, вот уже заговорили о проблемах, да, которые могут возникнуть у автовладельцев с бэушными автомобилями при замене двигателя. Давайте подробнее. Что это за проблемы? Это сложность достать двигатель, например. Почему? Потому что разные машины, и уже двигателя не производят. Либо производят, его нужно ждать целыми месяцами, потому что он там где-нибудь в Китае или там в каком-то другом городе. И в связи с этим, то что пока он придет, плюс его доставка, плюс его нужно посмотреть. Вдруг в случае какого-то брака, то придется его обратно отправлять, это опять ждать и все остальное. Либо, например, если есть запасные части на тот двигатель, то проще его, наверное, будет отремонтировать. Если, конечно, там критично это. Бывает так, что приходится покупать какую-то бэушную деталь в плане того, что она чуть-чуть лучше, чем твоя. То есть, например, там также плоскость, когда снимается на ГБЦ, головка блоков цилиндра. Соответственно, у нее есть определенная толщина, и это определенная толщина. Каждый раз, например, что-то случилось, я там убрал прокладку. Сняли плоскость, соответственно, прокладка должна быть толще. И есть определенная толщина прокладки, и то есть плоскость самой ГБЦ. И то есть есть до предела уже она все, я говорю, даже токаря, то есть ее точить уже некуда. Соответственно, нужна самая замена головки, то есть найти бэушную, поставить, также ее протачить, выровнять, потому что неизвестно на каком двигателе как она стояла, в связи с тем она была снята. И то есть ее просто так же призер убирает плоскость, ставится чуть толще прокладочкой и устанавливается, например, на блок. Валерий, какова цена вопроса, например, если заменить какую-то деталь? На двигателе, либо его совсем и поменять? Ну, смотрите, все зависит еще от марки двигателя. Ну, это вот если, например, наши брать, но можно сказать, я очень давно отдалился от базовских и наших автомобилей, в плане того, что в сервисе, ну, там, где я работаю, не ремонтируются машины в связи с тем, что ниже 2005 года. То есть все машины, которые ниже 2005, мы их не обслуживаем в связи с тем, что очень плохо все раскручивается, вот очень все дорогостоящее, а клиент, обладающий ВАЗовским автомобилем, он не понимает, как и вроде понимает, но финансово не может потянуть, например, ту стоимость при замене каких-то элементов или еще что-то. Но при этом, сейчас скажу, вот если я, например, брать ВАЗ-21, 7, 8, 9, 10, ну, то есть там примерно ценовая категория идет, это вот, например, работа от 20 тысяч в зависимости, и плюс еще запчасти около 10-15 тысяч в зависимости, что нужно поменять. Более другие машины, это, например, как Hyundai Solaris, Kia Rio, то есть они у них, в принципе, двигателя, в принципе, похожи, один, как говорится, производитель, но при этом они уже уволируются от 25-30 тысяч, это начало, до 40-ка может дойти сам ремонт, и при этом также запасные части могут входить туда же, в сторону страны, например, коленвал вышел из строя, то есть вот, например, как-то менял я на машине, может быть, коленвал один стоит от 50 до 150 тысяч. Замечательно. Да, то есть в тот момент, и то есть в зависимости от этого всего, то есть поменять один коленвал, но при этом ты знаешь, что он у тебя новый, все детали остальные новые, и все, двигатель собран. Также есть модели BMW, ну, там уже более, как говорится, нового класса, то есть не те старые, которые там, как вам сказать, еще 95-х годов, 98-го, то есть не такие, то есть такие моторы, как бы я даже, ну, ни разу с ними не сталкивался, но при этом делал, ну, какие-то моменты были. Смотрите, BMW получается 525-е, 530-е, тут уже ремонт начинается от 70-80 тысяч, плюс, да, плюс при этом детали, то есть как бы все остальные расходные материалы, там могут плюсом-минусом где-то около 100 тысяч могут запчасти еще выйти, плюс еще и работа, плюс еще ремонт, и плюс еще какие-то моменты, там, например, даже 4 польши не стоит будет, например, ну, это примерная сумма, почему, потому что я не сталкиваюсь с ценами деталей, я больше как по ремонту и всего остального, примерно, может быть, 4 поршня стоит 20 тысяч, то есть это просто 4 поршня, плюс еще нужно на него, как минимум, на каждый поршень по 3 кольца, но они идут комплектно, плюс еще нужно будет, соответственно, 4, 8 вкладышей, 10, получается, вкладышей коренных, и 8 в шатунных, плюс прокладка в ГБЦ, сальники клапанов, уплотнительные резинки, прокладка впуска-выпуска, прокладка под турбину, там, например, прокладка под помпу, прокладка под крышку клапанов, медные кольца под форсунки, то есть многих моментов, и вот это вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, оно набирается, ну, немаленький будет соценник. Достаточно немаленький. Да, поэтому... А если говорить о замене полностью, новой? О замене, это будет где-то, ну, примерно, солярис брать, это 10-20, где-то 10 снять, 10 поставить, то есть 20 тысяч где-то примерно, это с учетом того, что переставляется только навесное оборудование, то есть это генератор, компрессор, гидроусилитель руля, впускной, выпускной коллектор, ну, и там все остальные по ходу датчики. А на других машинах это может стоить, там, например, 30-40 тысяч, то есть в зависимости от автомобиля, его класса. Валерий, после замены двигателя как часто нужно менять масло? Все говорят, что кто-то сразу меняет, да, кто-то там тысяч через 5-7. Ну, вообще, как бы, по-хорошему сразу же заливается масло, новый двигатель, меняется фильтра, и, то есть, в принципе, по-хорошему можно в среднем, получается, диапазоне, например, 7 тысяч, ну, стандартная, типа, как замена, можно сделать половину, чтобы более как-то, ну, неизвестно, что там внутри, как говорится, помыть двигатель новым маслом, слить его, соответственно, залить, и уже, например, на 7 тысяч ориентироваться, то есть следующая замена. Некоторые дилеры говорят 15 тысяч, но 15 тысяч – это много. Это должно быть хорошее масло для того, чтобы оно не сгорало после 10 тысяч. Оно просто теряет свои свойства и начинает сгорать. Соответственно, оно уже не так смазывает трущиеся детали, и просто из-за этого может также двигатель выйти из строя. Ну, в принципе, вот как-то так. Валерий, дается ли гарантия на бэушные моторы? Понятно, что многие, да, берут, покупают детали на разборках где-то. Есть ли какая-то гарантия на них? На бэушные детали, ну, смотрите, бывает так то, что бывает, когда деталь не подошла. То есть, например, человек продает ему деталь, говорит, смотри, она бэушная, ну, там, 3-5 дней, либо неделя, ну, то есть на возврат этой детали. Либо деталь бракованная, то есть, ну, как бы бывает так. В основном, если, например, двигатель, то говорят, либо там до 10-15 тысяч, либо там месяц, получается, срока. То есть, если в течение этого времени что-то с двигателем случается, он наворачивается, ну, то есть, соответственно, возможен обмир. Валерий, если говорить о качестве двигателей, да, то что видите вы? Насколько они сегодня качественные, в принципе? Не хочется, как говорится, оскорбить людей, которые производят автомобили, но сейчас делаются машины на количество. Это почему? Потому что часто новые машины, то есть год-полтора, ну, три, и все, и двигатель начинается с какими-то проблемами. Раньше делали на качество, почему? Потому что были более люди, которые, то есть, качество, надежность и, то есть, долгосрочность. А сейчас быстрее пытаются новую машину выпустить, соответственно, идут недоработки какие-то, хотя, в принципе, разрабатывают, тестируют все, но при этом где-то производят так, что получается некачественные. Из-за этого просто на машинах выходят из строя, то есть, какие-то элементы. Валерий, правда ли говорят, что регистрировать новый мотор в ГИБДД сейчас не обязательно? Да, правда, если мотор установлен точно такой же, который установлен, например, на машине. То есть, на машине установлен 1.6, такой-то, такой-то марки, и новый такой же должен быть 1.6, такой-то, каким-то модификацией. То есть, если в случае, то есть, он как-то отличается от, как, оригинального двигателя, то его уже нужно будет регистрировать. Согласитесь ли вы с тем, что сегодня современные двигатели у современных машин изнашиваются быстрее, чем у тех машин, которые немножечко постарше? Вот об этом говорят многие эксперты. Как думаете вы? Да, соглашусь. Почему? Потому что есть такие двигатели, как, например, у Мерседесов, у некоторых BMW. Есть двигатели-миллионники, которые, например, миллион может пройти, и он будет работоспособный, то есть, это своеобразная замена масла, фильтров, всего остального, правильная эксплуатация. А в новых машинах это, то есть, может быть, 500 тысяч где-то пробег у него, и у него могут быть какие-то моменты в связи с тем, что недоработанные детали, бракованные детали, из-за того, что пытаются быстрее выпустить какой-то новый автомобиль и допускают какой-то брак. Спасибо, Валерий, за беседу. Напоминаю, говорили мы сегодня о двигателях. Когда ремонт не имеет смысла, какие возможны варианты для замены и какой ресурс у таких моторов, и разобраться с этими вопросами помог автомеханик одного из автосервисов Ростова Валерий Попецко. А это была программа «Разговоры у капота». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин